Медиахолдинг Тверской проспект продолжает масштабный проект, посвященный рынку недвижимости Твери. Вместе с экспертами мы отвечаем на наиболее актуальные вопросы, которые возникают у тверетян при выборе, покупке или продаже жилья. По итогам уже вышедших программ и сюжетов к нам обратилось много телезрителей с различными вопросами. И, пожалуй, большая часть из них касалась блочных домов как старой, так и новой серии, возводимых Тверским ДСК. Поэтому на этот раз в центре внимания нашей съемочной группы оказались панельные дома от этого домостроительного комбината. Кроме того, в средствах массовой информации сейчас представлено большое количество рекламы с предложениями приобрести такую недвижимость. Мы пообщались с жителями так называемых панелек и узнали у них, что повлияло на их выбор в момент приобретения такого жилья. И не разочаровались ли они после приобретения квартиры в таком доме. Девятиэтажные панельные дома от Тверского домостроительного комбината на территории столицы Верхневолжи начали возводить в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века. Недорогое, просто и быстро возводимое жилье в свое время помогло решить жилищный вопрос тысячам жителей регионального центра. Однако время идет и сейчас. Построенные полвека назад так называемые брежневки сильно устарели по многим современным параметрам. Тем не менее, в этих домах по-прежнему проживает огромное количество тверетян. И если раньше такое жилье для многих было предметом мечтаний, то сегодня уже далеко не все люди довольны качеством жизни в домах из железобетона, спроектированных много десятилетий тому назад. Первая и самая главная претензия – крайне низкий уровень шумоизоляции. К примеру, вот в этом панельном доме жильцы страдают как от шумных соседей, так и от других посторонних звуков. Ключ, телевизор. Слышимость. Вверху тоже самое слышно. То есть стены тонкие. Звукоизоляция не очень такая. Мужики всякие, пьяные. Потому что дом уже 40 с лишним лет, и у лесу, конечно, они не такие крепкие. Ужасно. Соседи плачут. Кроме того, жильцы даже панельных многоэтажек отмечают, что в квартирах сыро и холодно. Вот эта пенсионерка, пускай съемочную группу, в свою квартиру отказалась, однако на камеру рассказала, что ей пришлось утеплять свою квартиру за свой счет. Вся стенка черная была. Почему мне утеплили? Ну не я сама, я фирма делала. То есть, ну наша, управляющая. Черная от сырости и плесени? Да, потому что все это через эти щели, все это тут ушло. И проблема? В том дырянной самой постройки. Эти жалобы прозвучали от жильцов старых панельных домов. Но может быть в новых домах из железобетона этих проблем уже нет? Мы отправились в новостройки, чтобы получить ответ на этот вопрос. Первое, что поразается в глаза, Тверской ДСК решил улучшить внешний облик своих домов путем облицовки их вентилируемыми фасадами. И если визуально здания выглядят теперь привлекательнее, то, увы, ключевые конструктивные проблемы никуда не делись. В первую очередь, отмечают эксперты в области строительства, даже в современных домах от ДСК уровень шумоизоляции по-прежнему крайне низкий. Это, подчеркивают специалисты, обуславливается самой технологией строительства. Даже новые дома домостроительного комбината, как видите, до сих пор возводятся из железобетонных плит, которые хорошо передают звуки и вибрации и сильно резонируют. Именно поэтому перфоратор соседа даже из дальнего подъезда слышит весь дом. И это у жителей блочных многоэтажек давно стало притчей в языцах. О том, что где-то в доме идет ремонт, увы, всегда знают все жильцы. Это было актуально и в прошлом веке, актуально и сейчас. Похоже, что застройщики экономят на шумоизоляции. В целях экономии строители очень мало уделяют этому внимания. И, конечно, это вносит в дискомфорт проживание и утром, и днем, и вечером. И жильцы даже новых блочных домов от компании ДСК это подтверждают. Анна Петрова приобрела квартиру в ЖК «Лесная мелодия», что неподалеку от Бабачевской рощи. При выборе, рассказывает девушка, руководствовалась в первую очередь ценовыми критериями и местом расположения. Сэкономить, говорит Анна, получилось, а вот качеством самой квартиры осталось, мягко говоря, неудовлетворено. Так как квартиры достаточно недорогие, в них присутствует ряд недостатков. Например, невозможность перепланировки, это не очень удобно. Также низкие потолки. А какая вообще высота потолков-то в таких домах? Не больше двух с половиной, наверное, я точно не скажу. Анна признается, что на эти и другие проблемы пришлось закрыть глаза. Технологические недостатки такого рода панельных домов отчасти восполняет относительно развитая инфраструктура в окрестностях. Поэтому комфорт и качество самого жилья, увы, были принесены в жертву ради удобного для Анны места расположения дома. Я не обращалась к риэлторам, искала сама. Важным фактором при выборе квартиры для меня была соответствующая инфраструктура, близкое расположение медучреждений, школ, магазинов, чтобы остановка была рядом. Впрочем, сегодня с выбором оптимального варианта по соотношению цены и качества могут помочь профессионалы, риэлторы. Житель Твери Илья, например, свою квартиру нашел именно с помощью риэлтора. Для него был подобран недорогой вариант в панельный дом от Тверского ДСК. Вот только выбирать, признается молодой человек, пришлось между ценой и качеством. Выбирали квартиру не самую дорогую, в связи с этим, конечно, есть какие-то и минусы. Ну, шумоизоляция, естественно, сантехника, которую действительно пришлось менять, да, электропроводка тоже. Тоже все потребовалось менять и вкладывать в это средства. Впрочем, отметим, что на территории подобных жилых комплексов зачастую можно найти и плюсы. Площадки для прогулки с детьми, магазины, зоны отдыха. Но стандарты жизни меняются. Требования к качеству, экологичности и другим параметрам квартир растут. И тут встает вопрос, смогут ли владельцы такой недвижимости со временем продать ее выгодно и вообще продать без серьезных убытков. Об этом мы поговорим в следующий раз и будем также рассматривать дома других серий, приглашая в качестве экспертов, девелоперов и застройщиков. Если же подводить итоги этого репортажа, то назвать панельные дома удачным выбором для комфортного проживания крайне сложно. И старая, и новые серии от Тверского ДСК строятся по явно устаревшим технологиям и параметрам. Понятно, что раньше, в советские времена, у людей во многом не было выбора, какую жилплощадь приобретать. Поэтому заселялись, как говорится, во что придется. Но сейчас рынок тверской недвижимости насыщен самыми разными предложениями. И делать выбор в пользу панельного дома, пожалуй, не лучший вариант.